здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим разговор о полезных таких лайфхаках для нашей жизни поговорим сегодня о таком распространенном продукте как лисички во многих регионах беларуси россии и других стран лисички являются традиционным продуктом питания в летний осенний период это вкусные и очень полезные грибы оранжевый цвет лисичек сигнализирует о том что в них содержится довольно большое количество легко усвояемых каротиноидов однако у них имеется еще целый ряд очень полезных свойств одно из таких свойств это антипаразитарный эффект дело в том что к сожалению глистные инвазии в последнее время являются очень распространенными более того у современных людей глистные инвазии зачастую проходят без симптом на особо особенно начальные стадии этих инвазий это связано с тем что мы стали хорошо питаться и наличие паразитов внутри нас не дает такой ярко выраженной отрицательной реакции как это было какие-то более старые времена одним из опасных паразитарных заболеваний является так называемый апистархоз апистархоз вызывается ленточными червями родственниками ленточного ленточного червя апистарха являются бычий и свиной цепи в отличие от этих огромного размера червей апистархи являются довольно мелкими червями и начальные фазы заболевания апистархозом проходят практически бессимптомно заразиться этим паразитом можно очень легко потребляя либо сырую либо слабо просоленную либо слабо термически обработанную речную рыбу сухая рыба все еще является популярным продуктом особенно у некоторых слоев населения те которые традиционно живут у рек у озер там где можно пойти и заниматься рыбалкой я сам очень люблю рыбалку мне посчастливилось побывать на озере байкал и ловить там рыбу это было здорово ели мы ее тоже довольно слабо соленую но к счастью никаких отрицательных эффектов у меня это не вызвало как и у моих друзей однако же по данным медицинской статистики в некоторых регионах в том числе в некоторых регионах россии более 80 процентов населения сел городов находящихся в районе в акватории рек крупных рек российских заболеет под не не просто подвержены а имеют носительность являются носителями этого заболевания не болеют этим паразитарным заболеванием аписторхоз очень опасен тем что аписторхи селятся в районе желчного пузыря и желчных путей люди могут длительное время лечить болезни связаны с воспалением этой части нашего организма даже не подозревая что у них на самом деле там завелись паразиты кроме того что эти паразиты вызывают боли в районе печени желчного пузыря а в там где может быть медицинское обслуживание налажено не на очень хорошей высоте или может быть люди просто не осведомлены необходимости обращения такого к врачу обязательного они думают может у меня камни может там дискинезия желчных путей может еще какие-то заболевания на самом деле это могут быть вот эти самые аписторхи нужно просто задуматься о том потребляли ли вы рыбу как часто вы ее потребляете и так далее однако же любопытно что в профилактике лечения этого заболевания безопасным способом появился такой луч света оказалось что вот эти привычные нам лисички содержат по крайней мере три активных вещества которые действуют губительно на всевозможных червей в том числе и на ленточных паразитов может кто-то задумывался может кто-то нет но ведь лисички не бывают червивыми и это одно из доказательств наличие высокой концентрации там активных веществ к сожалению просто потребляя лисички регулярно в пищу а их можно заморозить там сделать засол какой-то заготовку этих лисичек маринования не поможет вам извлечь оттуда те активные вещества которые призваны бороться с паразитами дело в том что вот активные вещества которые обладают антипаразитарным эффектом они разрушаются уже при температуре 50 градусов поэтому варка жарко любая другая кулинарная обработка лисичек практически полностью разрушает там вот это активное начало что же делать как же использовать лисички для лечения паразитарных заболеваний для этого необходимо либо делать их холодную засолку либо я вам предлагаю хороший эффективный щадящий метод для того чтобы приготовить состав а вот эти активные вещества лисичек они растворяются либо в спирте либо в масле соответственно можно использовать либо настойку на водке либо настой на масле я предпочитаю все-таки настой на масле и рекомендую вам или льняное или рапсовое масло или масло рыжиковое горчичное или для других крестоцветных растений для приготовления этой настойки соответственно нам понадобится лисички и нам понадобится чеснок чеснок также обладает противопаразитарным действием однако действует преимущественно не на плоских а на круглых червей на аскорит и на остриц которые к сожалению тоже можно встретить не так редко особенно у детей для того чтобы приготовить наш препарат для профилактики и лечения подобного рода заболеваний а это не просто препарат это продукт питания который мы впоследствии будем потреблять в том числе в нашей повседневной пище нам необходимо примерно ну такая вот хорошая жменя тщательно вымытых лисичек сырых случае если вы их высушите потому что сырые лисички у нас имеются не такое уж продолжительное время их самое эффективное их высушить или заморозить можно их обдать кипяточком но ни в коем случае не варить просто отдать кипяточком чтобы они сделались такие более мягкие и заморозить на на длительный период для того чтобы приготовить наш препарат из сырых лисичек нам их надо тщательно измельчить для того чтобы приготовить препарат из сухих лисичек нам их достаточно смолоть кофемолки сухих лисичек порошка сухих лисичек нам понадобится 1 столовая ложка ну а сырых примерно вот такая вот жменя нам нужно будет такое количество их нарезанных чтобы заполнить пол литровую банку примерно наполовину После того, как мы их тщательно измельчили, их можно даже прокрутить через мясорубку, чем мельче вы их измельчите, тем эффективнее будет идти впоследствии экстракция. И заполняем всю пол-литровую банку до половины. К этим измельченным лисичкам надо на это количество прибавить 10-15 очищенных зубков чеснока. С чесноком есть один секрет. Для того, чтобы чеснок стал действовать лучше всего, необходимо его измельчить, например, через чеснокодавилку или через ту же мясорубку, и в течение суток подержать на воздухе. Это сделать очень легко. Кладете чеснок, измельченный, в одну тарелку, накрываете другой, и пусть он так в каком-то месте, при комнатной температуре, в темном месте или накрытой тарелкой постоит. В этом случае вещества, находящиеся в зубках, окислятся и превратятся в те самые активные противопаразитарные вещества, в олицин. Кроме того, олицин, как известно, обладает свойством понижать уровень плохого холестерина и в целом благоприятно воздействовать и на иммунную, и на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, добавление такого сильного антисептика, как чеснок, не даст шанса никакому бутулизму и никаким другим нехорошим микроорганизмам, которые в условиях анаэробной среды могли бы здесь развиваться. Ведь термической обработки мы никакой не делаем. Ну и для профилактики подобного рода неприятностей надо помнить, что грибы должны быть очень тщательны, вымыты от земли, потому что именно в земле сохраняется вот этот вот, так сказать, микробный паразит. Если вы сомневаетесь, хорошо ли вы отмыли лисички и достаточно ли они чистые, есть очень простой способ. Возьмите чистые, почищенные лисички и на одни сутки замочите в обыкновенном столовом уксусе, без всякой термообработки. Просто залейте их уксусом, даже измельченные, потом вы сольете его, можете даже водичкой немножечко промыть. Вот эта высококислотная среда не даст никакого шанса ни батулизму, ни каким-то еще другим микроорганизмам. При этом в полной мере сохранит все полезные свойства этих грибов. После того, как вы соединили лисички, вот так предварительно подготовленные, и мелко измельченный чеснок, сутки выдержанный на воздухе при комнатной температуре, можно все это тщательно перемешать и залить растительным маслом. Если вы берете льняное масло, в этом случае вам необходимо помнить, что вы одну неделю настаиваете, а за вторую неделю употребляете. Если вы заливаете рапсовым маслом или родственным ему маслом, в этом случае вы можете держать после настаивания довольно долго, 2-3 месяца вы можете сохранять вот этот вот продукт до полного его потребления. Если у вас большая семья и вы хотите потреблять его больше и чаще, значит вы можете сделать сразу целую банку. Как потреблять этот продукт? Настаивается вот эта вся система, что в спирте, что в масле, должна не менее одной недели. Впоследствии все вот это вот гуще, эта вся осядет. Ее можно, конечно, профильтровать через марлечку, отжать, это масло хранить в холодильнике и добавлять его в холодное блюдо. В салаты, в майонезы, в какие-то уже охлажденные продукты, винегреты и так далее. Для того, чтобы профилактировать этот апистархоз, это заболевание, достаточно даже одной чайной ложечки ежедневно потреблять этого масла. Ну а для лечения, в первую очередь, вы, конечно, должны обратиться к врачу. Но даже если, не дай бог, у вас было обнаружено это заболевание, вам обязательно необходимо в качестве вспомогательного средства употреблять вот этот продукт. Потому что какие бы лекарства ни были назначены, это является эффективным и щадящим способом избавления от подобного рода паразитов. Но в случае заболевания, консультации с врачом абсолютно необходимы, потому что это очень и очень серьезное заболевание. А для профилактики надо его обязательно использовать, особенно в случаях, если у вас есть риски заражения. Как я уже сказал, они связаны с употреблением недостаточно кулинарно обработанной речной рыбы. Что ж, надеюсь, что я вас не сильно напугал этими паразитами, что вы не станете сейчас слишком сильно переживать за то, есть они у вас или нет. А просто в случае необходимости сезон еще позволяет, спокойно сделаете вот такой вот рецепт, реализуете у себя его дома и будете спокойно потреблять этот продукт в тот период, когда особенно вы употребляете подобного рода рыбу. Не обязательно его употреблять постоянно, но вот когда вы употребляете такую рискованную рыбу, очень хорошо какое-то время, там 2-3-4 недели до месяца поупотреблять этот продукт. Ну а с профилактической точки зрения он не помешает в любом случае. Что ж, я желаю вам быть здоровыми, крепкими, не болеть. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok